Я видел в книге, в одной книге, приведена от Рома Штеймена, очень такая интересная вещь, она очень касается каждого из нас. Он говорит, что Всевышний каждому человеку вставит много знаков и направлений, куда и как он должен идти. Он говорит, что это вот довод, довод, доказательство, как Всевышний пытался оградить Белама от греха. А Белама это был очень нерзейший человек, даже такого человека пытался ответить, а тем более людей получше Белама. И наша основная проблема, это не отворачиваться от намеков Всевышнего. Интересная история был такой английский адмирал Нельсон, по-моему его звали, когда его адмирательство приняло ему прекратить битву, флажками показывали этот конь. У него был одноглазым, он пришел подсорную трубу к отсутствующему глазу и сказал, «Ничего не вижу». И предложил воевать. Но, к сожалению, мы тоже закрываем, можем закрыть глаза на то, что Всевышний нас направляет. Я получил когда-то очень большой подарок от Всевышнего, когда мы по разным причинам переехали в святую общину города Афаким. Помню, когда мы с женой ехали уже жить после переезда, я по дороге, просто в автобусе пришла такая идея в голову. Я поделился с женой по дороге. Вообще-то говоря, все русскоязычные евреи, которые вернулись к Торре, должны сесть учиться. Потому что некому преподавать. Все пустыня. Эта пустыня была больше, чем сейчас. Можно посчитать русскоязычных евреев, которые учатся на одной руке, может на двух руках. Но, в целом, положение изменилось непринципиально. Как это нужно, чтобы все направить учиться? Это было для меня, так сказать, очень такой намек с неба. Мне сказали, для чего я переезжаю в Афаким, хотя она еще не собиралась учиться весь день. Продолжала, так сказать, свою работу в армии. И я хочу сегодня еще поговорить об этом. Это касается каждого из нас, как себя, так и детей, так и вопрос, во что вкладывать деньги, которые они есть. Я вам приведу две истории. Одна из, то есть, эта история касается одной мишны. Там сказано, что Это изучает того, чтобы обучать других. То есть, ему учиться и обучать. То есть, изучает, чтобы исполнять. Дают ему И соблюдать и исполнять, он получает гораздо больше. То есть, попросту говоря, там приводит Рабейна Йойна, что тот, кто учится, чтобы исполнять, он гораздо более На высоком уровне. Я помню, когда там учитель Рабхайм Камил задал вопрос. Он сказал такую вещь, что Лиламы, добычать турии других, это самое большое, что можно сделать. Это есть величайшее, сказать, деяние. Он не понял эту мишну. Меня этот вопрос удивил, так я знал, что писал Рабейна Йойна. Но потом я увидел в книге Раба Лоренца, в кругу великих второй части, Историю с великим носителем Тора, учеников Рахайм Камильского, Борох Лев Лайбович, Который был главой Шведкаменицы, был из величайших рушейщих вод в Литве. И как в Каменице там была хасидская община с Лоним. И Рабе, когда он приезжал к своим хасидам, он также навещал главу еще от Каменицы, Борох Лев Лайбовича. Он также приходил на его уроки, на вопрос к своим хасидам, почему он ходит именно на уроки. Он сказал ему, что так, как Борох Лев Лайбович проявил эти слова, «Борох Лев Лайбович был очень великим человеком». Какое-то время еще я был под пятой нацистов, когда они переразделили почву Польши. Они не тронули ни его, ни его дом, как будто бы их там не было. Удивительная вещь. Пока они их передали в русскую половину. А тут он бежал в Литву. Так вот, пришел, как-то приехал Рабе из Слоним в Каменицеве, встретился с Борох Бером. У него был вопрос, когда у него есть какой-то вопрос с Миквой в городе. Он хотел бы, чтобы Борох Бер этим занялся. А Борох Бер до того, как он был рабином местечка, он все знал. Он сказал ему такую вещь. Это просто поди кровью на город, это не мое дело. Он спрашивает его. Рабе сказано, что для исполнения. Почему Рашива не хочет, так сказать? Это ответил Мура Борох Бер словами моего учителя. Учитель, чтобы учать других, нет большего деяния, чем это. Я уверяю вас, что мой учитель этого не слышал и не видел никогда этого рассказа. Я знаю его. Мне это непонятно. Это противоречит Мишне. Что-то вещь объяснить. Это очень принципиально для нас. Есть разные уровни, разное понятие в изучении Торы. Это касается того, как человек учится сам и так, как он обучает других. Две разные категории. Одна из них, пример этому, хороший урок. Под Афайюми, например, или просто Пагмаре. Когда человек слушается, учит Тору, все хорошо. Но он при этом не растет принципиально. Еще один дам. Еще один очень хорошо. А есть другая вещь. Это когда человек строит учеников. То есть строит учеников. На этом основана вся передача Торы на следующее поколение. Она не строится на обучении Афайюми. Это тоже очень важно. Так как люди получают у Машей Тору. Про детейство учиться. Это очень важно. Это очень интересная вещь. Первая вещь. Это вот сказано. Машей Кибель Торам и Синай Масрала Иешуа. Машей Бачил Тор на Синай и передал ее Иешуа. Машей Рабейну весь Тор из Израиля были его учениками. Все. Все были учениками. Называется передал ее Иешуа. То есть цепочка передания Тора найдет через единицы. Хотя учатся все. Тут то же самое. Есть опрос, когда человек дадут уроки. Важные, интересные уроки. Но они не изменяют человека. Они не строят, а до счет. Есть заповедь изучения Тора очень хорошо. А есть обучение Торы. И то же самое, когда человек сам так ее изучает. Когда это изучение Торы его поднимает на более высокий уровень. Вот когда действительно ставят учеников так. Чтобы через них Тора передалась следующим поколениям. Об этом, я думаю, что это имел в виду. В оборах Берр. Нет большего деяния, чем это. Но без того, что передается в следующее поколение. Глубокое понимание Торы. Письменное, устное, все вместе. Если это не передается, то нет ничего. Нет рабинов, если они не понимают глубоко то, что они учат. То, что должны давать указания по закону. Рабинов, которые имеют какие-то справочники. Он их знает наизусть, что он на какой странице распределяет. Нет. Это глубоко изучают и Талмуд, и постскими и так далее. То есть рабин должен был до этого учиться серьезно в Яшиве. Если не в Яшиве, то хотя бы так, как учатся в Яшиве. И это по большому исчету. Это есть замечательный намек в первой Мишине в Перке-Абот. Там сказано, что Миша передал Тору Яшуа. Яшуа передал его старейшинам, пророкам. Пророки передали его мужам великого собрания. Те сказали три вещи. Одна из них – Эмиду Талмиды Марбей. Повторно стало просто пониманием. Имейте много учеников. Тору надо нести многим людям. Из тысячи выйдет один большой уровень. Из тысячи. Однако тут порядок слов непонятен. Эмиду Талмиды Марбей. Буквально по-русски еще так. Обучайте Торе у учеников много. Многих или много. Многих. Тут нет разницы между русскими и евритами. Надо правильно сказать. В Эмиду Арбей Талмидами. Они так и сказали. Я даже комментатор. Здесь совершенно важная вещь. Надо много-много обучать одного ученика. Мало просто обучать многих учеников. Надо, чтобы каждого ученика поставить на ноги. Я объясню эти вещи. Есть люди. Детей немало. Когда учатся. Учатся причем постоянно. Это их большое достоинство. Я претензий к ним не имею. Служат уроки. Но попросите вот. Слушай. Приготовь урок по гморе. Не просто перевести на русский язык листами. Это многие могут сделать. А приготовь серьезный урок по гморе. Он не поймет вообще, о чем я с ним говорю. Как это делается. Это совершенно не его. А что такое? Эмилю Талмиды Марбей. Поставили учеников так, чтобы они заняли место всех учечелей, когда учечеля поднимутся в Высший Ишим. Это называется Эмилю Талмиды Марбей. Это основная, основная важность, это вещь необходимая для передачи Тора в следующее поколение. Тора не передается ни через книги, даже хотя сегодня много еще записано. Тора не передается через современные Талмиды, когда все, как будто бы все разъяснено. Тора придется через людей, которые глубоко внимают сами в письменную устную Тору и несут ее дальше глубоко. И это, по большому счету, я уже в этом говорил сколько-то еще раз, это намекает то, что сказал Всевышний. Это раньше приводит в начале Бушер-Бейну. Не думаю, что хватит тебе обучать народа Израиля. Каждую Аху два-три раза, чтобы не знали ее. То есть мало, чтобы выучили с тобой вместе наизусть. Надо сделать это так, чтобы разъяснить им смысл Аллахи, понимание ее, чтобы было как накрытый стол, чтобы ее съесть, эту Аллаху. Потому что, естественно, стало частью их самих, тогда может быть частью других тоже. Я еще нахожусь под впечатлением выхода от нас великого главы Ишивы, Ишива-Тебе, Бесмасия, Бороха-Вейсбекера. Учились четверо из моих сыновей. Пятый бы тоже там бывал у него, но он был по-настоящему. Думаю, что в этом аспекте он был из величайших препятствий нашего поколения. Не просто обучать многих учеников. Это есть люди, которые будут учить большего. Но то, как максимально поставить учеников на собственные ноги, чтобы не сами могли учиться. Один из учеников, вы знаете, такой русский авреха, Медель Игранович мне сказал, что он доверил факты, И семьдесят процентов его учеников преподают Тору. Он имел в виду, преподают на уровне преподавания в Ишивах. И не имел в виду Ишива-Т-Ма-Ма-Мана и Хохма. Он делал в виду обычный Ишив. Не для начинающих. Это было в виду с делами его жизни. Я хочу немножко объяснить. Мы приблизились сейчас в эту Мишну. Первую Мишну. Вот. Объясняет мораль, что мужи Великого Собрания, передача Торы от пророков к Уже Великого Собрания, это была передача Торы с периода до катастрофы разрушения первого храма, на период после катастрофы разрушения первого храма. Катастрофы не меньше катастрофы в Европе. Не меньше, а больше. И реальное наставление Мужей Великого Собрания было восстановить Тору после катастрофы. Это было две вещи. Сейчас это не моя тема. Только это, чтобы было много учеников, и учеников поставить на ноги. То и другое. И это сегодня касается русскоязычной общины больше, чем большая часть народа Израиля. Потому что сегодня реально есть мир Торы сильный, большой. И в Эрцисроиль, и в Америке, и в Европе. Где больше, где меньше. Но такой глуши, как есть русскоязычное еврейство, практически нет. Я говорю просто большие общины, не маленькие. Маленькие все что угодно есть. И это то, что сделало поколение после катастрофы сейчас. Люди, которые заново услышали, увидели то, что сказали Мужи Великого Собрания. Исполнили в нашем поколении. Это был, конечно, и великий Равис Понавиджи, Афканаман, и учителем Борфаиду Афшаву Розовский, Афшах и другие. Были, слава Богу, великие люди и в наших общинах, и у хасидов, которые восстановили Тору после разрешения. Нам надо понимать, что мы еще далеки до этого. Я объясню вам. Великий наставник народа Израиля, Авдеслер, в своей книге Мехтал Майляу, великая книга, много чего в жизни сделал, он приводит одну вещь, которую надо нам хорошо знать. Человек делает в этом мире то, что нужно Всевышнему в первую очередь, он получает помощь свыше, больше, чем сам этого заслуживает, в зависимости от того, что он делает. Я вам скажу то, что я видел в своей жизни. Я наблюдаю это хорошие сорок лет. И человек в этом поколении, и даже не русских, я наблюдаю эти израильские еврахимы, они не из русских, ставить себя, делать себя преподавателем Торы. Что значит делать себя преподавателем Торы? Во-первых, человек должен максимально вырасти самому. Во-вторых, там, где ему подходит, то есть людям, которые на одну голову ниже него, или на две, он вкладывает себя, чтобы им хорошо преподавать, поднять их, дать им понимание, он получает помощь свыше и сам растет гораздо больше. Поэтому, если мы сейчас говорим о том уроке, который мы получили от Боруха Байсбекера, это нести свет Торы, во-первых, саму его обрести, то есть каждый должен выйти на свой максимум, то, что он способен в понимании, в глубоком понимании Торы. Это тот свет, который проявляется, тот, кто трудится на Торы по-настоящему, а не просто, так сказать, что что-то учит один или два или три седера, он старается разобраться, понять максимально, сколько он может. То есть, этому мешает ее царораду. Есть такое понятие – лень разума. Человек может лениться думать, лениться работать. Он будет сидеть с книгой, читать, и будет спокойно дремать, так сказать, во время чтения. Он такое знакомо? Мне тоже знакомо. Что? Тут надо бороться с ленью разума. Бороться с ленью. Человек создан для труда. Сказано, Сенедрин, для труда над Торой, но если не будет над Торой, он будет трудиться над другими вещами. Сказано, что это гомораб Сенедрин. Все созданы для труда, хорошо-то могут трудиться над Торой. Нет, это будет трудиться над другими вещами. И по большому счету каждый из нас должен поднять себя максимально и найти себе место в преподавании другим. И не как способ заработать. Нет. И когда я предупредил, что первое, ты предупредил Тору, не думаешь, что из этого у тебя будут деньги. В принципе, по закону надо начать Тору бесплатно. Это правило. И если мы пойдем по этому пути, и каждый, понимаете, каждый на своем уровне должен поднять себя, поднять других. Безусловно, есть великий глава Ишип, который, соответственно, передает Тору, поставит учеников, которые могут внести Тору еще поколению. Это не всем дано. Но поднять себя, поднимать других – это чрезвычайно важная работа. Есть очень много людей, которые никогда не услышат в этом мире урок от великого Рашишира. Но могут разрешить урок от нас. Наш вот урок был на уровне. На уровне. Чтобы могли поднять слово Тору глубоко, красиво, людям, которые не в самом высоком уровне. Потому что этот цвет Торок возвращает людей к Всевышнему и застроит следующее поколение. И дай Бог нам этого удостоится. Это очень принципиально. Нам так лучше русские преподаватели. А в Рахим уходят. Есть одна принципиальная вещь – это требуется помощь с Вулуном. Уходят, потому что надо что-то кушать, а не кушать – нечего. Это вещь очень принципиальная, чтобы люди, которые помогали нашим русскоязычным Рахим. И когда Рахим заложен в свою Ишиву, он обратился к трем категориям людей. Будет сам, чтобы они большие леторы, к ученикам, которые будут учиться, и к богатым людям, которые это поддерживали. Это то, что необходимо. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...